Жена сказала, пойдем в гости к интеллигентным людям, поэтому говорит только про погоду. Я говорю, понял. Только пришли, я говорю, погода сегодня хорошая. Хозяин говорит, что ж хорошего, дождь. Я говорю, ну и что, в любую погоду приятно выпить. Хозяин говорит, вы на машине? Я говорю, я когда в гости иду, машину оставляю, чтобы пьяным за руль не садиться. Жена толкает в бок, шепчет про погоду. Я говорю, особенно в плохую погоду, потому что от вина я обалдею. Хозяин говорит, давайте поговорим о чем-нибудь приятном. Я говорю, согласен, Таньяк намного приятнее. Жена шепчет про погоду, идиот. Я говорю, ну это смотря в какую погоду, если на улице мороз, нет ничего лучше водки. Хозяин говорит, давайте поговорим о литературе. Я говорю, я литературу люблю. Сядешь в кресло, откроешь книгу, рядом пару пивка поставишь. А лучше дюжину, чтобы два раза не ходить. Жена сквозь зубы шепчет, сволочь, про погоду. Я говорю, если пойдует ветер, и начнется гроза, нет ничего лучше Рома. Тут в комнату вошел мальчик. Хозяин говорит, познакомьтесь, это наш сын Коля, ему 6 лет. Я говорю, в его возрасте я еще не пил. Попробовал всеми, сразу шампанское. Мальчик говорит, мам, дай шампанское. Она говорит, иди погуляй, пока мы с дядей беседуем. Я говорю, беседую, не беседую, а лучше нашей столичной нет. Хозяин говорит, интеллигентно, а как вам американское кино? Я говорю, никакой фантазии, только виски содовые со льдом. А в нашем селедочка под шубой, холодец хрена, малосольные огурчики. Жена мне на ногу наступила, и Гром говорит, дождик сегодня грибной. Я говорю, а грибы вообще первая закуска? Соленые опяты, да под холодную водочку. Жена кричит, кроме опят, есть еще белые подберезовики. Я говорю, а эти пожарите под сухое. Хозяин на огне, она говорит, а я люблю рыбалку. И он говорит, кто же спорит, по духу я вообще могу литр выпить. А если не хватит, можем в деревню за самогоном сходить. Хозяин кричит, охоту люблю. Я говорю, а кто же не любит? Мы однажды выпили, два часа кабана гнали. А потом оказалось, что это охотный инспектор. Хозяин кричит, в шахматы люблю играть. Я говорю, и я тоже. Главное, не пить много пива, а то приходит часто от доски отходить. Хозяин говорит, я хотел вам показать подарок, который мне сделал муж. Я говорю, что же вы умолчали, его надо обмыть. Вот мы обмыли жене сапоги 20 лет назад, а она их до сих пор носит. Она схватила меня за руку и подошла к выходу. Рад познакомиться был, кричу я. Жаль, только погода плохая, а то пошли бы куда-нибудь, выпили. На улице жена сказала гневно, я спросил, я говорю, это только про погоду. Я говорю, я ей говорил. Только у них, судя по всему, другие интересы. Спасибо.